Крымские и Донецкие Пока Путин хотел, Миша Толстых был живым героем Новороссии. Перехотел, стал мертвым героем. Пока Путин хочет, Аксенов руководит Крымом, а Поклонская с Цековым сидят в Москве. А вот если Путин перехочет. Или такое ведь тоже может быть. Перехочет не Путин. И по российскому телевидению в один прекрасный день сообщат, что присоединение Крыма к России произошло с грубейшими нарушениями Конституции, а русские с украинцами – братья навек. Тем более в украинском Крыму. Посмотрите концерт крымско-татарской музыки, дорогие зрители. Вот что будет в тот момент делать Аксенов, Константинов, Поклонская, Цеков и прочие товарищи. Пойдут вешаться? Очень сомневаюсь. Убегут в Москву? Это вероятнее. Но ведь всем в России места все равно не хватит. Она не резиновая. И россияне могут не захотеть постоянно видеть перед глазами свидетелей и соучастников собственного национального позора. Возьмут автоматы и пойдут сражаться за русский Крым? Не смешите мои искандеры. А это означает, что большая часть коллаборационистов останется в Крыму. В украинском Крыму. И вынуждена будет отвечать за совершенные преступления. За доносы, приговоры, побои. За расправу над соотечественниками. За разжигание межнациональной розни. За воровство и коррупцию. Словом, за все то, что сейчас творят оккупационные власти. Поэтому мой добрый совет тем крымским активистам, кто благодаря Путину избежал судьбы Гиви и Моторолы, не думайте, что вы уже схватили бога за бороду. Это не бог. Это президент России. Они, бывают, меняются. И политика России тоже меняется. Какие бы сказки вам не рассказывали в Кремле. Поэтому будьте предельно осторожны. Вам предстоит встреча с Родиной. Виталий Портников